Аквариумисты, желающие организовать себе дома экзотический водный уголок, никогда не пройдут мимо такой уникальной и популярной рыбки, как пиранья. Это одна из немногих рыб, у которой получается сочетать в себе несочетаемое. Это интересное противоречие характера, такие как спокойствие и порой даже трусость в стенах аквариума и хищное поведение в естественной природе. Родина пираний – это бассейны Амазонки и пресные воды Южной Америки. Внешне пирания похожи на диск, приплюснутые бока, вытянутая вверх тела, завышенный лоб. И самое главное оружие из арсенала пираний и отличие от других рыб – это ряд острых, как бритва зубов, которые при закрытии рта плотно смыкаются друг с другом. Цвет этой пресноводной рыбы не отличается яркими красками. Лишь редкие серебряные чешуйки украшают серый окрас этой тропической хищницы. И только через несколько лет жизни рыба приобретет прозрачный серебряный цвет, только тогда их вполне можно называть жемчужиной вашего аквариума. Размер этой рыбы достигнет не больше 30 сантиметров, а продолжительность жизни колеблется от 3 до 14 лет. Пираньи любят компанию в одиночку, они скучают и меркнут, поэтому держать их в аквариуме нужно небольшими стаями от 6 до 9 рыб. Важно, чтобы амазонки были одного возраста, так как у пираний царит водная иерархия, и с маленькими, и по возрасту, и по размеру собратьями им не ужиться, и расправа для них будет не за горами. Полный матриархат позволяет самкам чувствовать себя гораздо комфортнее и быть в привилегированном положении, плавать каждой на своей территории, питаться первыми. Лишь после женской трапезы самцы могут позволить себе приступить к кормлению. Соседями для пираний могут стать мелкие рыбки, такие как гуппи, меченосцы и мироны. А вот золотистыми и валевыми рыбками рисковать не стоит, так как сразу можно считать сезон охоты открытым, и мы с вами прекрасно понимаем, кто из рыб потерпит фиаско. Для вас рыба также не опасна, как и для маленьких рыбок аквариума, а скорее даже наоборот. Все, что оказывается в аквариуме извне, пугает и приводит пираний в дикий испуг вплоть до обморока, который сопровождается отлеживанием рыбы на дне аквариума. Тем самым можно назвать эту рыбу трусливой, но все же не рекомендуется засовывать к пираниям руку с порезами и ранами, таким образом спровоцировав у рыб их хищный инстинкт. На две такие рыбы нужно иметь аквариум объемом 150 литров. Воду нужно менять минимум один раз в неделю, лучше два. Эти рыбы любят простор, и чем их жилье меньше, тем недовольнее и злее становятся пираньи. Вода должна быть температурой 23-27 градусов свежей и чистой. В этом вам поможет регулярная фильтрация и аэрация воздуха. Не забывайте также украсить обитание пираний всяческими водорослями, водными кустарниками и корягами. Пираньи-гурманы, искорблением вам придется потрудиться. В меню у них должны всегда быть такие продукты, как замороженная рыба, не очень жирная говядина, сердце и маленькие оракообразные. Если вы будете ухаживать за ними, соблюдая все правила, ваши хищники будут оставаться с вами на протяжении 10-12 лет. Заниматься разведением пираний совсем не сложно. Единственная сложность возникает в том, что за раз облатотворения самка пираний может отложить до 3000 икринок, и мальков выживет почти 85%. Подумайте, готовы ли вы к такому большому потомству. Поэтому в простых домашних условиях размножением лучше не заниматься. Конечно, только если вы не готовы приобрести для них аквариум объемом до 4000 литров. Нерест у этих рыб проходит по 3 раза в год, а половой зрелости они достигают около полутора лет. Сначала самец должен добиться самки, после он выроет для нее небольшую ямку, для того, чтобы после самка могла отложить туда свои икринки. Стимулом для нереста, как и обычно, станет повышение температуры воды и добавление свежей, чистой, кисловатой воды. Так как не забывайте, что в природе они обитают на Амазонке, а вода там пресная и кислотная привкусом. Деток пираний следует поначалу кормить мотылем, циклопом, только после давать почуть мясо и рыбу. Пирания – это настоящая экзотика с интересными свойствами характера и неформальным хищным обаянием. Если хотите завести себе легендарных ручных хищников для вашего аквариума, то пирания будет гордостью вашего живого уголка и именно тем, что вам нужно.